Если вы заметили, что у человека внезапно перекосило лицо, нарушилась речь, ослабли рука и нога, это может быть инсульт. Срочно звоните 103. У врачей есть 4,5 часа, чтобы спасти жизнь. На проспекте Ленина заканчивается установка ограждений вдоль автодороги. Но у некоторых горожан возникли претензии к этим ограждениям. Что это за претензии, расскажем прямо сейчас. По ограждениям высказывается мнение, что из-за ограждений пешеходы могут вовремя не заметить движущий автотранспорт. А автомобилисты при выезде на главную дорогу могут не увидеть движущий автотранспорт с левой стороны и пешеходов, которые намереваются пройти по пешеходному переходу, что ограждения слишком высокие и расположены близко к дороге, некуда будет убирать снег. По этому поводу мы обратились в управление заказчика. Ограждение спроектировано и заказано в соответствии технических условий. Оно соответствует нормам и ГОСТам по стандарту. В проекте, как мы сейчас видим, ограждение ставится вдоль дороги, чтобы невозможно было детям и жителям нашего города пройти где угодно в неположенных местах. Сейчас очень много сделано пешеходных переходов. Ситуацию с ограждениями нам прокомментировала первый заместитель главы Лариса Кирьянова. Данный проект прошел государственную экспертизу в рамках уже государственной экспертизы и подготовленного проекта в соответствии с техническими требованиями, которые соблюдаются при реконструкции и ремонте дорог. Это СНИП 2.05.02-85 автомобильные дороги, обязательные условия в части безопасности дорожного движения и создание таких условий на территории, в том числе Азбестовского городского округа. Это, конечно же, обустройство ограждения. А вот, что говорят жители по поводу ограждений. Вы знаете, мне очень нравится. Во-первых, город стал такой красивый. Во-вторых, дети это уже точно не перебегут дорогу там, где не положено. Большое спасибо нашему руководству города Азбестовску, такую прекрасную работу. Вообще город стал неузнаваемым. Прекрасно. Спасибо ему. Ограждение надо обязательно, особенно для молодежи, потому что они стремятся быстрее сократить путь, и это быстрее время экономят, поэтому ограждения очень нужны. Людмила Николаевна подчеркнула, что ограждения ей очень нравятся. Нравятся. Красивые, хорошие, прочные, надежные. Протяженность ограждений на проспекте Ленина составляет почти полтора километра. Ограждения снаружи металлические, внутри полимерная решетка. Но они и не должны защищать от удара машиной. Это не отбойник, который устанавливается на скоростной трассе, и не барьерное, а пешеходное ограждение. Юрий Чиликин, Максим Петисов. Новости АТВ.